Причал у Измаильской набережной пришвартовался круизный теплоход «Диана» с иностранными туристами на борту. В рамках недельного тура по дельте Дуная жители соседней Румынии посетили Измаил. Приветственную речь румынским туристам произнес городской голова Андрей Абрамченко. За следующей неделе румынский туроператор СЦ «Вебмедиа СРЛ» планирует привозить туристов каждую неделю вплоть до конца октября текущего года. Те судозаходы, которые будут осуществляться в данной компании в рамках договора, который подписало наше коммунальное предприятие «Берет содействие инвестиций» и «Ассоциация туризма Дельте Дуная» – это где-то зарплата нашего порта в месяц за сезон туристический. Это только с одного оператора, с одного теплохода. Поэтому мы, когда говорим о развитии туризма, мы в первую очередь думаем о развитии нашего среднего и малого бизнеса. Туристический маршрут румынских жителей в Измаиле предполагает обзорную экскурсию по городу, посещение таких исторических памятников архитектуры, как Покровский собор, диорама, а также знакомство с украинской продукцией на измаильском рынке. Прибыль от организованного в будущем и от неорганизованного туриста значительно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса города. Я привел пример, когда мы все посчитаем, минимальная половина месячной зарплаты порта, максимальная месячная зарплата порта. Это чистый доход нашего малого и среднего бизнеса, который будет оставлен от организованного туризма. А неорганизованный туризм, туризм выходного дня, он является очень прибыльным для нашего среднего и малого бизнеса. Когда люди целевым образом приезжают, посещают, делают шоппинг на нашем рынке, делают заказы на вещи, делают заказы на определенные продукты питания. Очень большой спрос на наши продукты питания, которые производятся на территории Украины. Все мероприятия проводятся исключительно с соблюдением всех карантинных норм. 54 пассажира теплохода и 15 членов экипажа накануне отплытия сдали ПЦР-тесты. Маршрут и время рассчитаны таким образом, чтобы действовала справка на ПЦР-тесты. Они перед тем, как попасть на территорию Измаила, полностью прошли. Они прибыли сюда со справками. Все сотрудники, которые проживают на территории Измаила и привлекаются для работы туристов, также полностью прошли. И у них очень свежий ПЦР-тест. Это обязательное условие нашей санкт-постанции. Также в кратчайшие сроки было проведено оформление всех разрешительных документов. Мы постарались с первого судозахода сделать комфортным. Я знаю, что оформление пограничников в румынской стороне шло 4 часа, с учетом наличия справок, разрешительных документов. У нас вчера это прошло в течение 30-40 минут. То есть пограничники постарались сделать более комфортным всю проверку. Сегодня я неспокойно посещаю территорию Измаила без всякого досмотра. Все было сделано вчера ночью на территории Теплохода. Данное сотрудничество – результат договоренности исполнительного комитета Измаила со стратегическими партнерами уездом Тульча Румыния. Мы очень рады, что благодаря нашим партнерам Суездного совета Тульча, лично господину Каталину Цибуляку, которая является председателем, президентом Ассоциации устойчивого развития туризма Дальты Дуная и туристических дестинаций Дальты Дуная, после подписания нашего профильного соглашения о сотрудничестве между коммунальными учреждениями из Министерского совета, из Министерского бюро содействия инвестиций и этой ассоциацией, мы уже непосредственно можем принимать туристов. Также данный результат получен благодаря проведению в 2019 году первого международного форума развития туризма в украинских дунайских портах «Путь к экономическому росту региона». Мероприятие было организовано совместными силами мэрии Измаила, администрации морских портов Украины и коммунального учреждения «Измаильское бюро содействия инвестиций». Хотелось бы отметить, что мы на этом не собираемся останавливаться. Надеемся, что в дальнейшем мы также будем проводить подобные форумы и набирать, в принципе, круг наших партнеров и друзей из других европейских стран, расположенных на Дунайе. Хочу отметить, недавно подписан аппаратом управления маркетинговый план по развитию АМПУ, в целом, в том числе администрации Измаильского порта. Аппарат управления, наше руководство отметили важность этих событий и, в принципе, было включено проведение международного форума в маркетинговый план 2021-2022 года. Развитие туристов в Измаиле может стать экономическим прорывом в формировании бюджета города, а также новой ветви в формировании малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что, в свою очередь, и жители Украины могут воспользоваться услугами данного туроператора и приобрести тур с посещением Дельты Дуная в Румынии.